Если вспоминать тему, которая произошла с конструкцией так называемой, так называемый Керченский мост. Мы из ряда мониторя российскую пропаганду видели реакцию Путина на это. И как показывает практика, чем чаще Путин выходит в массы публично, тем сильнее ему был удар и тем сильнее это удар и по его рейтингам, по его доверию. Известно ли вам, какая была непубличная реакция Путина на то, что произошло с конструкцией Керченского моста? Путина этой конструкции и будут задействованы, но тем не менее они помогают. И уже не в первый раз, ну и скорее всего не в последний. Поэтому, безусловно, если говорить аналогиями из известных сказок, то Кащеева смерть в яйце, но вот видимо эта конструкция, этот мост и есть то самое яйцо, по которому очень больно ударили, когда произошли последние события. Вы уже ранее в эфирах говорили о том, что Главное управление разведки именобороны Украины не берет ответственность на себя за то, что случилось с мостом, вопреки тому, что россияне сразу обвинили ГУР и лично Буданова. Но вы, опять же, как украинская разведка, владеете ли вы информацией, будет ли еще в ближайшее время разрушаться так называемая конструкция Керченского моста? Ну, речь идет не о, собственно, отдельно взятой конструкции. То есть, в целом, есть государство Украина, есть сегодня временно оккупированные расистами территории. Это законная украинская территория по нашему законодательству, по международному праву. И на этих территориях законно, на всех этих землях действуют украинские силы безопасности и обороны, правоохранительная система и спецслужбы в том числе. И, безусловно, все необходимое для того, чтобы освободить эти земли и ослабить оккупантов, будет задействовано. И, безусловно, логистические цепочки, центры поставки вооружения, людей, техники – это то, что будет планомерно уничтожаться и выводиться из строя. Поэтому очень важно понимать, что речь идет именно о военных объектах, оборонных объектах, объектах, которые обеспечивают оккупационный корпус для убийства украинских мирных граждан и украинских защитников. И поэтому, безусловно, не только в Крыму, на всей временно оккупированной пока территории подобные объекты будут планомерно уничтожаться и выводиться из строя. Российские СМИ сообщили о гибели гражданских во время события того, произошедшего не так давно. Какая позиция Главного управления разведки Министерства обороны Украины в этом плане? Я могу сейчас сказать свою личную позицию. Ежедневно расисты, современная Российская Федерация, так называемая, и ее правлящий режим совершают теракты, массовые нападения, ракетные удары на украинские города, мирную инфраструктуру, мирных граждан. Ежедневно погибают и получают ранения мирные граждане. И это целенаправленные удары по гражданским объектам и военные преступления. Поэтому Украина защищает свою территорию и проводит деоккупацию своей территории именно для того, чтобы защитить гражданское мирное население и выгнать убийц-оккупантов. И мы еще раз обращаемся к, в том числе, и гражданам, людьми с паспортом Российской Федерации. Гражданам все-таки слово, которое ответственность предусматривает. Держитесь подальше от русских военных объектов, от русских военных людей в форме, от военных преступников, от складов БК, от техники и всего прочего. Тем более от незаконных сооружений, которые предназначены для поставки вооружений и русских убийц-солдат на территории Украины. И, безусловно, то, что делают украинские силы безопасности и обороны, и то, что происходит на оккупированных территориях, ну, это последствия преступлений и решения Путина о полномасштабном вторжении, о нападении 24 февраля на Украину. И это те вопросы, которые рано или поздно должны начать себе задавать жители территории, которая называется Российской Федерацией.